друзья приветствую александр из москвы прислал посылку с образцами масло лукойл люкс 540 полнозольное масло значит из volkswagen multivan t5 вот описание автомобиля данные из лаборатории урц и т.д. из данного автомобиля уже был один тест это кастрол longlife есть на канале я прикреплю в описании ссылочку ну и две баночки свежая отработка видите пролила сейчас я почищу пишу и можно проверять эталон данного масла есть поэтому я посмотрю насколько он совпадает с этим образцом вернее этот образец насколько совпадает с эталоном и далее проверю отработку так закладываю пару капель прибор заканчивает измерение спектра и давайте посмотрим 99 процентов по противоизносным присадкам да очень очень близко по нитрованию гликоль сажа все все по нулям отлично значит кислотная 181 в эталоне один по моему 79 две сотые разницы и небольшое превышение я сейчас не помню честно говоря по моему 10 с половиной в эталоне щелочное а здесь 10 и 7 но тоже это предел погрешности и даже вот по воде очень похоже там на 30 пм отличие 30 пм это просто три сотых процента или три тысячных ну короче очень маленькое значение это вполне может быть и из атмосферная влага так мультиванты 5 как я говорил одиннадцатого года двухлитровый турбодизель си и и си 247 практически общий пробег пробег на масле 10 тысяч 416 километров 90 процентов трассы использовался с мая по сентябрь 24 года и было довито 250 миллилитров масла значит в отработке 66 процентов противоизносные присадки гликоля нет нитрование на отличном уровне сажен на прекрасном уровне посмотрите 024 процента пассажа за 10000 отлично работает топливная 274 на единицу выросла значит щелочное кислотное простите и 7,9 щелочное то есть вообще вопросов нет ну и даже очень близко отработка очень близко по по воде к свежему маслу изменение на 28 ппм но это это ничто прекрасно масло прекрасные результаты показала на мой взгляд сейчас посмотрим что произошло с вязкостью так 10 с половиной тысяч напоминаю но 90 процентов по трассе но я думаю что здесь не менее не менее 40 километров в час но конечно зависит от манеры езды владельца как он ездит как экономит там здесь дсг дсг старается пониже обороты на трассе держать как я понимаю настройка так смотрите по вязкости вообще вопросов нет все прекрасность видите трассовая езда все выпаривается никаких пресном памятных полимерных загустителей никакого влияния не оказывают да кстати будет видео скоро я уже подхожу монтажу 25 тысяч километров по германии посмотрите как в равеноле себя ведет это смешно даже полимерный загуститель вот ну и смотрите какой получился прогноз да точно в в эталоне у меня 10.5 и 1.79 все все правильно значит средней скорости нет моточасов нет к сожалению но вот зато 25 тысяч километров автомобиль может проехать до срабатывания мощных нейтрализующих свойств по нейтрированию вообще вопросов нет смотрите 50 тысяч и 149 практически тысяч по вязкости ну вообще никаких вопросов все отлично работает масло прекрасно работает я думаю что это скорее всего еще старые пакеты не знаю сейчас изменены не изменены но скорее всего будут конечно меняться из этой ситуации но до люкс как показывал раньше хорошие результаты так и показывает до отличное сочетание цены и качества на мой взгляд хотя сейчас наверно подорожала она но напишите кто знает вот и рекомендую посмотреть кому интересно ссылочку повторю в описании добавлю прошлый тест данного автомобиля очень интересное сравнение люкса и кастрола edge edge это топовая линейка у кастрола вот но там энергосберегающее масло там по муце 3 вот но как то так благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока